МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Мы сегодня рассмотрим тему «Туристический потенциал Казахстана». Итак, для того, чтобы видеть сам потенциал Казахстана, нам нужно видеть само видение. Основное видение, которое приходит на сегодняшний день по полномочию развития туризма Казахстана, является то, что Казахстан является глобальной узнаваемой туристической дестинацией. Первый момент – сдерживающий фактор. Климат. Да, у нас представлены все стерезенные годы в Казахстане. То есть нет такого, что весь год у нас тепло, лето. Или весь год у нас похладно, лето и так далее. К это мы относимся к лету. Второй фактор – это территория. Огромная территория. Транспортная доступность туристических объектов. Что также является именно сдерживающим фактором. На слайде вы можете видеть четыре основные страны донора. Четыре основные регионы донора туристических для Казахстана. Первый – это северная территория России. Транспортная доступность в регионах с пелёжниковым. Далее – это Индия. Транспортная доступность также в пелёжниковым. Авиотранспортом. Следующий регион – это туристы из Китайской народной республики. Транспортная доступность в пелёжниковых и пелёжниковых. И четвёртый регион, о котором мы часто желаем прибытие и рост к пелёжниковых туристов. Это южно-воскопский регион. Страны Керсидского залива. Транспортная доступность в пелёжниковых. Какие ожидания? Конечно, это стабильный рост прибытия. Если на сегодняшний день, если быть точнее, это уже на данный 2019 года, прибытия от висок составляли 3-2 миллиона в месяц, то в течение следующих 15 лет мы ожидаем увеличения прибытия туристов до 8 миллионов. Мы именем интернет-суперн-зал. Казахстан имеет примитие конкурентоспособных товаров. На какого туриста мы рассчитываем? На какого туриста рассчитывает Казахстанский турист Керюзин? Первое, более всего, экологический туризм. Это от гора и на озеро. Это около 30% всех туристов. На втором месте это Клярд-Берюзин, 23%. Регион Клярд-Берюзин у нас, как выразиваются, в Каспийском регионе. Это Монистал-Клобус, Петровска. Это неизвестно в прошлом году, несмотря на всемирную пандемию коронавируса, был открыт отель мирового уровня. Регион Клярд-Берюзин, Регион Клярд-Берюзин и Регион Клярд-Берюзин. На третьем месте это 20% прибытия, это культурные пандемии коронавируса. Мы ожидаем именно в Палматеи, в Кургистане, Огутау и так далее. Четвертое, это Майсферин. Он и так на достаточно высоком уровне. После таких крупных мероприятий, как Экспо и так далее. Но и 10% мы оставляем для активной и предметной структуры. На слайде вы можете видеть, предполагаемый потенциал рынка. Если 54% туристов, это внутренние туристы, 14% от всех автофлотающих туристов, это Россия, 9% мы оставляем от регионов, 6% это Китай, 6% страны, регионы, у нас приближающих туристов, 4% ближних туристов, 3% Индии, и 4% это другие страны, в основном на стране Германии, европейские страны, в частности, и США. Территориальное развитие Зарезьморского лекарства. Которому известно, то пластерное развитие, которое было принято. Первый пластер, это пластер Астанал, Столический регион, Москва. Отсюда сверху находится Китинско-Боровская курортная зона, Курлужинский западельник, так как он является объектом из Среди Индияска. Здесь же Карагандинский регион, это Каркаролин, Каркаролинский Афиноний парк, и Баяновский Афиноний парк. Второй пластер, это Восточный Казахстан. Нет ее с природой. Как вы знаете, Восточный Казахстан обладает уникальными туристами и Озера Молоколь, Дайсан, Мордоколь. Это Горный регион, Зимой это Горнолыжная туризма, Катонка-Рогай это Афгравитный туризм, и так далее. Третий пластер, это Алматинский регион, именно Горнолыжный Катонка-Рогай, и так далее. Там находится уникальный для всего мира Катонка-Рогай, и так далее. Третий пластер, это Южный Казахстан, куда входят города Кимкен, Катонка-Рогай, 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 Катонка-Рогай. Третий пластер, это Катонка-Рогай. Третий пластер, это город Таун, если не нацелены побережьями, и зона отдыха Кимкер-Ли, которая также в частности время достаточно успеха развивается. На этом слайде вы можете видеть именно пластерное оборудование. По инфраструктурным программам. конечно вот тот момент, что основная территория страны она является сдерживающим фактором, но в то время он может использовать ее как локомотив для роста. Вот в этом стадии вы можете видеть какие небольшие аэропорты, какие требуют реконструкции и где необходимо строить новые. второе это железная дорога и транспортные записатели и проектирование. Здесь вы можете видеть транспортный коридор Западной Европы, Западной Китай, который проходит по Южному Казахстану, по Центральному и Западному. и в Альбов Тарад, Южен, Чотлардад, Байканур, Афтоли, Урац и далее в Европе территории Сусперси. Следующее – это мягкая инфраструктура, то есть до этого мы рассмотрели необходимые транспортные инфраструктура и так далее, в виде мягкой инфраструктуры. Такая имеет необходимую потребность кадра для отрасли. На этом слайде мы уже видим, действительно у нас не хватает персонала хозяйственных отделов, это персонал отдела инфраструктуры, контрольных бутылок, отдел мотивов, продажи, домотеки и так далее. Ожидаемая занятость именно вот по плану на 20-й год это была 270 рублей. Бренд, да, это та вещь, бренд страны, который был узнаваем на мировом рынке и который необходим его стану. На слайде мы уже видим. Первый – это архитектурная концепция, да, то есть это мусор бюта, это аутентический образ посетников, ландшафтная стратегия, то есть все родные климатические пояса, которые представлены, в Казахстане это и горы, и озера, на юге это активность, флора, аула. Ну и третья – это система опытов и впечатлений, да, то есть вот здесь у нас можно поиграть в гольф, это и в столичном кластере, и во мачинском кластере и так далее. Переходим к следующему слайду. Для развития рисков финансового страны во всем мире, я принимаю такие события, как создание основной кампании по развитию людей. В Испании в 2009 году голосовало, в 2007 году, в Малайзии в 1990-е годы, в Марокко в 2007-е годы и отдельные арабские ингредиенты в 2006-е годы. У нас так и в 2018 году голосовало национальная кампания «Казахстане», которая занимается и планированием развития отрасли, привлечения инвестиций, планированием финансирования и, конечно же, маркетинг и привлечения ингредиентов. На этом все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.